В 2022 году у наших художественных лаков немного изменилась консистенция, они стали более текучими. Многие клиенты стали беспокоиться, не повлияло ли это на свойства. Нам даже поступали вопросы, не поддельные ли лаки, разбавленные водой, поступают в магазины. Отвечаем, все в порядке. Количество латекса в составе не изменилось, характеристики и свойства лаков остались прежними. Просто в связи с изменением цепочек поставок сырья в художественных лаках изменился сгуститель. Большинство мастериц переживали именно насчет художественного глянцевого лака Тайев, так как многие любят его использовать в техниках вживления и лаковой распечатки. Перед запуском лака в продажу мы провели необходимые тесты и спешим всех успокоить. Художественный глянцевый лак по-прежнему отлично подходит для этих техник. Все инструкции остались прежними. Для вживления сперва необходимо предварительно защитить лаком поверхность, на которой будет переноситься рисунок, и дать высохнуть. Затем лак наносится толстым слоем и на поверхность, и на распечатанный рисунок. Рисунок опускается лицом в лак и просушивается не менее пяти часов. Затем смачиваем бумагу водой и не спеша начинаем скатывать бумажный слой пальцами, пока не останется только краска, отпечатавшаяся в лаке. Чтобы вернуть вживленному рисунку яркость, можно покрыть его слоем лака. Для получения гибкой лаковой распечатки. Изображение, распечатанное на фотобумаге, покрывается художественным глянцевым лаком в несколько слоев с промежуточной просушкой каждого. Каждый слой лучше наносить в перекрестном направлении к предыдущему. Хорошо просушиваем изображение в течение нескольких часов. После лакированная картинка опускается в воду минут на 10-15. Затем иголочкой подцепляется уголок рисунка и гибкая лаковая пленка отделяется от бумаги. Лаковые распечатки получаются прочными и гибкими. Их можно долго разглаживать и приклеивать на сложные объемные заготовки. При намокании лака изображение бледнеет, но после высыхания обретает прежнюю яркость. Художественный матовый и полуматовый лак тоже стали более текучими, но их защитные свойства и степень блеска остались прежними. Главное не забывайте их перемешивать перед использованием, чтобы не допустить выпадения матовой добавки в осадок. Творите с удовольствием и до новых встреч!